МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таврическая академия – это высшее учебное заведение с богатейшей вековой историей. Общее число студентов составляет около 11 тысяч человек. В академии трудятся более полутора тысяч сотрудников. Из них около 800 – преподаватели, в том числе более 40 профессоров и 300 доцентов. В составе академии – один институт и 11 факультетов, ведущих подготовку студентов по более чем 40 направлениям подготовки и специальностям. Учебный 2016-2017 год в Таврической академии был наполнен множеством событий и достижений. В течение учебного года велась работа по ряду проектов сети академической мобильности профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, среди которых развитие кадрового потенциала в рамках международной академической мобильности преподавателей и управляющего персонала КФУ. В ходе реализации данного проекта коллектив ученых-географов Таврической академии впервые прошел стажировку в зарубежном ВУЗе и принял участие в международной конференции, которая была организована Географическим обществом Республики, Сербской Боснии и Герцеговины, Ассоциацией российских ученых-обществоведов и университетом в городе Баня-Лука. Участие представителей Таврической академии в данном мероприятии позволяет ученым интегрироваться в европейское научное пространство, определить главные тренды в своих научных изысканиях, расширить географию научного сотрудничества и продвигать свои научные идеи и достижения. В рамках академической мобильности научно-педагогическими сотрудниками и аспирантами Таврической академии были осуществлены 75 поездок с целью проведения научных исследований в более 30 образовательных и научных организациях России и зарубежья. Студенты Таврической академии прошли часть обучения в университетах-партнерах по основным профессиональным образовательным программам магистратуры, реализуемым с использованием сетевой формы, физиология человека и животных, современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды и культурные практики в современном поликультурном и урбанистическом мире. В прошедшем году на базе кафедры физиологии человека и животных и биофизики открылся первый в ВУЗе Центр коллективного пользования «Экспериментальная физиология и биофизика». Центр, оборудованный в рамках программы развития, позволит студентам и преподавателям проводить довольно широкий спектр исследований, которые будут носить электрофизиологический, биохимический, физиологический и магнитобиологический характер. На базе научно-исследовательской лаборатории химии и высоких технологий кафедры общей и физической химии открылся Центр коллективного пользования «Спектральные методы анализа», задачей которого является оказание научных и образовательных услуг в области исследования состава и строения химических веществ методами инфракрасной и электронной спектроскопии. На базе факультета славянской филологии и журналистики была открыта новейшая лаборатория медиакоммуникаций. Этот уникальный современный комплекс уровня региональной телерадиокомпании создан для эффективного обучения будущих журналистов, который имеет ярко выраженный прикладной характер. В 2016 году в Крымском федеральном университете уже второй раз был реализован горизонтальный системно-управленческий проект «Мотивация». За высокие достижения по результатам рейтингового оценивания научно-педагогических работников были отмечены преподаватели Таврической академии Алексей Гусев и Евгений Нетреба. В Таврической академии функционирует Центр непрерывного и дополнительного профессионального образования, в котором в прошлом учебном году прошли обучение более тысячи человек. Слушатели Центра получили дополнительное образование в сфере клинической и практической психологии, педагогики, физической культуры и спорта, туризма. Наиболее востребованной стала подготовка гидов-экскурсоводов. Реализовывались программы повышения квалификации для государственных гражданских служащих Республики Крым и города Севастополя, специалистов, занятых в сфере физической культуры и спорта, а также преподавателей Крымского федерального университета. Осуществлялась подготовка абитуриентов к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний. Продолжалась работа в локальном центре тестирования иностранных граждан, в которой на сегодняшний день обратилось свыше 4000 человек. Таврическая академия – это не только образовательная, но еще и научно-исследовательская структура с давними традициями. В прошедшем году профессорско-преподавательский состав академии пополнился одним доктором и 11 кандидатами наук. В Таврической академии 8 научных журналов по различным специальностям включены в перечень ВАК. Состоялись первые защиты диссертаций в диссертационных советах, прошедших регистрацию у Высшей аттестационной комиссии России на историческом и философском факультетах. Заработали также диссертационные советы по специальностям социальная философия и русская и зарубежная литература. Силами географического факультета проводились многочисленные круглые столы, конференции и семинары для специалистов в области географии, на которых обсуждались перспективы развития науки, поднимались темы экологии, сохранения природного наследия, организации и управления заповедными территориями, развития туристического бизнеса. На базе факультета математики и информатики реализуется концепция математического образования в Республике Крым. Сотрудники факультета в 27-й раз организовали Крымскую математическую школу-симпозиум Кромш, приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции МИКМА и провели множество научных мероприятий, посвященных развитию математического образования. Факультет информационно-полиграфических технологий проводил круглый стол по проблемам издательского дела на полуострове и перспективам его развития. Конференции, посвященные современным информационным и коммуникативным технологиям, устраивал дискуссионные тематические площадки, которые помогают студентам факультета познать выбранную ими профессию изнутри и изучить ее специфику. Также провел мастер-классы для профессорско-преподавательского состава и студентов факультета. При поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым и Общественной палаты РК провел масштабную международную научно-практическую конференцию «Современные информационные и коммуникативные технологии в глобальном мире. Вызовы и возможности». На факультете психологии прошел круглый стол «Психологическая безопасность подростков, родительская забота или контроль», посвященный актуальной в последнее время проблеме суицидов подростков, состоящих в группах смерти и интернет-игр, на котором определялись научные подходы и технологические приемы в решении этой проблемы. Институт иностранной филологии стал инициатором второго международного научного конгресса «Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы» проекта «Научная весна», научно-практического форума «Лингвокультурные пролегомены. Мифология, фольклор, религия» и других международных научных конференций. В прошлом учебном году впервые была проведена первая междисциплинарная конференция. В конференции приняли участие многие факультеты Академии, Институт иностранной филологии, Исторический, Математики и информатики, Психологии, Биологии и Химии, Философский. На историческом факультете поднимались темы, посвященные истории Крыма и России в целом, генеалогическим исследованиям, археологии и архивной деятельности. Факультет наладил сотрудничество с библиотеками, музеями и архивами полуострова. Большое внимание в Таврической академии уделяется сфере физической культуры и в частности студенческому спорту, спортивно-оздоровительному туризму и адаптивной физической культуре. Наряду с профильными кафедрами факультета физической культуры и спорта над этим работают представители спортивных федераций дзюдо и самбо, сумо, бокса, баскетбола, футбола, черлидинга, легкой атлетики и туризма. Сборные студенческие спортивные команды по баскетболу, черлидингу и волейболу являются брендом Таврической академии и Крымского федерального университета. В Центре физической подготовки студентов ведется работа по привлечению обучающихся по АПОП направлений подготовки структурных подразделений университета к факультативным занятиям спорта и выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сотрудники и студенты юридического факультета регулярно принимают участие во всероссийских и международных конференциях по актуальным темам юриспруденции, криминалистики и уголовного права, выступают на тематических форумах и пробуют свои силы в судебных дебатах. На философском факультете ежегодно проходят крупные международные конференции, ставшие традиционными «Анахарсис. Культура народов при Черноморье с древнейших времен до наших дней. Харакский форум». Факультет крымско-татарской и восточной филологии провел первую всероссийскую конференцию «Тюркология. Вчера, сегодня, завтра». Основная тематика которой была «Тюркология. Крымско-татарское языкознание и литературоведение. Традиционные национальные языки и их взаимодействия как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами». На базе Таврической Академии проводились региональные, всероссийские и международные конференции, участники которых обсуждали исторические и культурологические темы, а также актуальные проблемы современности, в которых принимали участие ученые философского факультета и ученые Института иностранной филологии. В Академии ежегодно выпускаются научные сборники. Коллективную монографию «Современная картина мира. Крымский контекст» представил факультет славянской филологии и журналистики. Для научной, просветительской и воспитательной деятельности на базе кафедры культурологии с привлечением сотрудников исторического факультета была выпущена энциклопедия народов Крыма. Регулярно пополняется и расширяется ассортимент экспозиции «Большая поляна» или «Поляна непрерывного цветения» ботанического сада имени Багрова. На данный момент количество травянистых многолетников составляет порядка тысячи сортов и видов. Из новинок появились сорта ирисов, кан, хризантем. Теплое время года всегда радует посетителей богатейшей коллекции, в которой представлена кроме культурных растений разнообразная флора Крыма, в том числе редкая. В Таврической академии положено начало дальнейшей плодотворной работе по популяризации географии и смежных с ней областей. Было подписано соглашение о сотрудничестве между отделением Русского географического общества в Республике Крым и Министерством экологии и природных ресурсов полуострова. Таврическая академия подписала соглашение о сотрудничестве с Институтом философии Российской академии наук. Приоритетными направлениями сотрудничества будут являться совместные исследования, конференции, семинары, онлайн-лекции, обмен специалистами с целью научных стажировок, совместные проекты. С каждым годом Таврическая академия расширяет международные связи и укрепляет сотрудничество. Наше учебное заведение посетила делегация из Франции во главе с организатором Компании поддержки России и Крыма во Франции господином Кристиан Савай-Гранжан. Представители Центра гражданских инициатив из США во главе с президентом и основателем организации Шерон Теннисон, а также общественные активисты, представители бизнес-кругов и преподаватели встретились со студентами-политологами Таврической академии. Основное желание гостей заключалось в общении с реальными российскими гражданами и налаживании с ними взаимоотношений. Тепло встречали студенты и преподаватели академии известного путешественника Федора Конюхова, который пять раз обогнул землю, поднялся на все высочайшие вершины мира, в одиночку на весельной лодке пересек Тихий океан. Жизненная позиция и достижения легендарной личности обозначили высокую планку всем присутствующим. В Таврической академии активно ведется работа по программе довузовской подготовки, которая ориентирована прежде всего на профориентационную и профинформационную работу, целью которой является подъем уровня знаний школьников по общеобразовательным предметам. В течение года для будущих абитуриентов проводились олимпиады регионального и всероссийского уровней, дни открытых дверей, на которых потенциальные абитуриенты и их родители могли своими глазами посмотреть на жизнь университета, пообщаться с будущими преподавателями и подробно узнать о выбранном факультете и специальности. На базе факультета славянской филологии и журналистики открылась «Школа юного журналиста», которая дает возможность для обучающихся старших классов образовательных учреждений Крыма расширить свой кругозор, обладать начальными журналистскими навыками, а также пообщаться с профессионалами в сфере медиапространства. На философском факультете создана заочная гуманитарная школа для старшеклассников. На географическом факультете прошел конкурс «Наша зеленая таврида», главной целью которого было экологическое воспитание школьников, повышение уровня знаний о крымской природе, об охране природных насаждений и защите их от различных негативных факторов. В рамках международной междисциплинарной научной конференции «Проблема души нашего времени» кафедра религоведения философского факультета подвела итоги Всекрымского конкурса научно-исследовательских работ среди старшеклассников. Главный приоритет Таврической академии – это образовательный процесс. В академии создаются благоприятные условия для повышения качества подготовки кадров. В течение учебного года, кроме изучения базовых образовательных программ, студенты прослушали дополнительный ряд лекций. Это лекции «Оперативно-розыскная деятельность в России. Закон, практика, ошибки, карьера для юриста» и «Признаки недостоверной информации и способы их определения» на юридическом факультете. Лекции «Наука как социальный институт», «Наука эпохи возрождения и нового времени» и «Вопросы народной дипломатии» на философском факультете. В Таврической академии реализуется практикоориентированный подход к образованию. Сложившаяся производственная база во взаимодействии с профильными организациями и структурами позволяет студентам успешно проходить производственную и научную практику. Так студенты и преподаватели географического факультета прошли уже традиционную дальнюю комплексную практику, изучая Северный и Западный Кавказ в пределах Российской Федерации. В процессе маршрутных наблюдений студенты проводили сравнительный анализ природы и хозяйства регионов, а также оценивали преимущества и недостатки Крымского полуострова. Учебная практика студентов факультета биологии и химии прошла в Симферопольском районе в окрестностях поселка Научный Бахчисарайского района, в ходе которой были закреплены теоретические знания, полученные обучающимися в процессе изучения дисциплин ботаника и систематика высших растений. Студенты факультета информационно-полиграфических технологий по направлению подготовки реклама и связь с общественностью оттачивали свои профессиональные навыки на базе СМИ, таких как телекомпании полуострова Крым, Милет, ФМ и газетно-журнальное издательство Крымская газета, Крымский журнал. Обучающиеся исторического факультета прошли архивную практику на базе фондов Государственного архива Республики Крым, в ходе которой были ознакомлены с принципами организации архивных фондов, способами их сохранения и методами работы с документами. Музейную практику студенты прошли на базе Центрального музея Тавриды. Выездная археологическая практика проходила на двух объектах Могильники Апушки, Познескифская культура и средневековом городище Мангуб-Кале. Учебная выездная практика обучающихся по направлению подготовки рекреация и спортивно-оздоровительный туризм факультета физической культуры и спорта прошла по туристским маршрутам и туристским объектам соседних регионов Краснодарский край и Республика Абхазия. По результатам выездной практики участниками были выполнены требования, предъявляемые к маршрутам первой степени сложности. В течение года в Таврической академии проходили всероссийские олимпиады и диктанты, в которых студенты могли проверить свои знания. На кафедре рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий стала традиционной олимпиада проба пера и кисти. Ее основными целями являются популяризация знаний и развитие профессиональных компетенций будущих специалистов. Проверить свои знания в разных областях могли не только студенты, но и все желающие. Например, в академии прошел всероссийский тест по истории Отечества. Его целями являются оценка знаний граждан России и привлечение жителей к изучению истории. А на базе географического факультета в ушедшем году прошел второй всероссийский географический диктант, идея проведения которого была предложена Владимиром Путиным. Написать его пришли студенты, преподаватели, представители различных профессий, пенсионеры и школьники со всех уголков Крыма. По мнению руководства Таврической академии, студенты должны жить полноценной жизнью и заниматься не только учебой, но и своим саморазвитием, раскрытием своего творческого потенциала. В этом году в академии был создан Центр творческих инициатив и культурно-массовых мероприятий. Уже не первый год функционирует студенческий совет, который занимается вопросами, проблемами и поддержкой обучающихся. В прошлом учебном году студенческому совету были выделены помещения, оснащенные всем необходимым для полноценной и плодотворной работы. Студенты являются активными участниками многих молодежных мероприятий. Среди важных событий прошедшего года создание Ассоциации студентов Крыма, направленной на реализацию обучающихся в научной, творческой и спортивной деятельности. Участие во Всероссийском форуме Российская студенческая неделя, по итогам которого были выявлены проблемы студенчества и намечен план действий на будущее. Молодежный день Ялтинского международного экономического форума, в рамках которого проходили дискуссии представителей студенчества и участников мероприятия. Кроме того, на базе академии проходил международный фестиваль «Блум», который объединил иностранных студентов, приехавших на учебу в Крым. А студенты географического факультета посетили два крупнейших молодежных мероприятия России, проходящих в рамках празднования Дня российского студенчества. Многие студенты стали участниками Крымского регионального отделения российских студенческих отрядов, крупнейшей организацией страны, которая обеспечивает молодежь временной трудовой занятостью, занимается гражданским и патриотическим воспитанием молодого поколения. Большое внимание в стенах академии уделяется гражданско-патриотическому воспитанию студентов. Регулярно для молодежи проводятся военно-патриотические конкурсы, уроки мужества, гражданственности и патриотизма. В этом году было создано волонтерское движение по увековечиванию памяти павших защитников Отечества «Возвращенные имена». Особенное внимание уделялось празднованию Дня Победы. Проходили различные мероприятия, приуроченные к победе в Великой Отечественной войне. На протяжении всего года проходят многочисленные конкурсы, в которых студенты могут проявить свои таланты. Среди них конкурс танцевального студенческого мастерства танцпол факультетов, конкурс вокала и хореографии «Крымская студенческая весна», конкурс красоты «Мисс Таврическая академия», игры «Клуба веселых и находчивых» и многое другое. Большое внимание в течение года уделялось спорту и физической подготовке студентов Таврической академии. Регулярно проводились соревнования по разным видам спорта, где студенты могли проверить свою силу и выносливость. Также на базе академии проходили турниры по интеллектуальным видам спорта – шахматам и шашкам, которые пользуются большой популярностью у студентов. Сотрудники и преподаватели тоже не оставались в стороне и активно принимали участие в соревнованиях по волейболу между структурными подразделениями КФУ, которые организовал правком работников. А также в учебном заведении уделяется внимание безопасности студентов и сотрудников. На протяжении года периодически проходили многочисленные мероприятия по повышению теоретических знаний, обучению правилам и способам действий во время чрезвычайных ситуаций. Администрация Таврической академии постоянно уделяет большое внимание студентам, проживающим в общежитии. Большая работа в этом году была проведена над обустройством студенческого городка и организацией проживания в нем. В начале учебного года прошла встреча с первокурсниками, где студентов ознакомили с правилами проживания в студгородке. В течение лета в одном из общежитий провели ремонтные работы, которые заметно улучшили условия жизни в нем. Кроме того, в этом году впервые был проведен конкурс на лучшую комнату студенческого городка, чтобы студенты осознавали, что общежитие – это не посторонний дом и просто жилище, а их второй дом. Победители получили заслуженные и очень ценные призы. По традиции, все факультеты Таврической академии в этом году с размахом отметили свои дни рождения. Некоторые из факультетов, такие как исторический и географический, ведут свою историю с момента создания и первых лет работы Таврического университета. Другие же образовались совсем недавно. Факультет информационно-полиграфических технологий является самым молодым в академии, и в этом году он отметил свой второй день рождения. Празднование дня факультета обычно включает масштабное шествие студентов, различные развлекательные мероприятия, игры, конкурсы и торжественный концерт. В мероприятии принимают участие как студенты, так и преподаватели, которые делятся друг с другом хорошим настроением и поздравлениями. В День украинского языка и письменности отмечает свой день рождения Кафедра украинской филологии Факультета славянской филологии и журналистики. А базовая кафедра архивного дела и делопроизводства исторического факультета в этом году отметила свою первую годовщину. Несмотря на то, что кафедра функционирует совсем недолго, она активно включилась в жизнь факультета. Правком Таврической академии в течение всего учебного года принимал активное участие в жизни университета. В этом году правком академии вручил удостоверение ветеран труда КФУ имени Вернадского сотрудникам, которые работают в академии более 25 лет. Для развития и получения нового полезного опыта правком наладил сотрудничество с профсоюзными организациями других университетов России. А в честь 98-й годовщины Таврического университета при поддержке правкома работников прошла традиционная выставка авторских работ и коллекций сотрудников и студентов «Души прекрасные порывы». Ничто так не делает коллектив сплоченным, как совместные праздники и мероприятия. Новогоднее гуляние, женский праздник 8 марта, выезд в город Севастополь на представление Академического театра танца, коллективный поход в боулинг, организованный правкомом Таврической Академии, надолго останутся в памяти всех присутствующих. Студенты и сотрудники не обошли вниманием и праздники. Приход Нового года студенты отметили традиционными гуляниями с песнями и танцами, в рамках которых был выбран факультет года. В этом году лучшими стали факультет крымско-татарской и восточной филологии и юридический факультет. Массовым разгуляем студенты встретили масленицу. Праздник весны проходил весело и ярко, танцы, песни и главное вкусные блины и сладости от каждого факультета. Весенняя атмосфера царила в Международный Женский День, а в День Защитника Отечества прошло торжественное мероприятие, в рамках которого руководство и профсоюзная организация Таврической Академии вручила ветеранам вооруженных сил и воинам-интернационалистам медали и почетные грамоты. 2017 год был объявлен Годом Экологии, поэтому значительное внимание уделялось природе и экологическим проблемам Крыма. С целью показать красоту полуострова и призвать к сохранению природного наследия проводилась фотовыставка «Водные пейзажи Крыма», а также презентация информационных ресурсов для студентов географического факультета. В октябре 2017 года Таврическая Академия будет отмечать 80-летие бессменного ректора Таврического национального университета, первого президента Крымского федерального университета имени Вернадского, почетного крымчанина, известного общественного и политического деятеля академика Николая Васильевича Багрова. В Академии уже открылся мемориальный музей от студента-директора, посвященный Николаю Васильевичу, вышла книга «Миры академика Багрова» и осенью планируется провести первые багровские чтения, которые станут в дальнейшем ежегодным мероприятием. С гордостью можно отметить выдающиеся достижения сотрудников и студентов Таврической Академии. Институт иностранной филологии получил благодарственное письмо от Министерства культуры Республики Крым за высокопрофессиональный качественный перевод книги «Дом Гримальди» на французский язык. Сотрудники кафедры романской и классической филологии перевели ряд уникальных источников, которые вошли в книгу об истории рода Гримальди исторической связи между Крымом и Монако. Факультет информационно-полиграфических технологий получил благодарственное письмо от Государственного учреждения «Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым» за разработку и создание видеоролика социальной направленности, который позволил значительно повысить уровень информационной осведомленности населения Республики Крым о государственных услугах, предоставляемых фондом социального страхования Российской Федерации. Доцент кафедры алгебры и функционального анализа факультета математики и информатики Федор Станякин второй год подряд получает грант президента Российской Федерации по программе государственной поддержки молодых российских ученых. Это позволит расширить сотрудничество Академии с ведущими научными и исследовательскими центрами мирового уровня. Студентка географического факультета Александра Никифорова, председатель студенческого научного общества КФУ, в секции «Популяризация науки» завоевала призы на Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ и конструкторских бюро, который проходил на базе Алтайского государственного университета. Это не первая победа Александры. В ее послужной список входит активное участие в волонтерской школе «Карадак-2017», актива молодежного клуба отделения РГО в Республике Крым и победа на Всероссийском конкурсе Русского географического общества. Студент факультета физической культуры и спорта, мастер спорта международного класса Владислав Щепоткин, на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в Мориборе, Словения, выиграл три золотых и одну серебряную медали. По словам тренера Владислава, к такому результату они шли три года. Студентки факультета психологии завоевали первое место в первом этапе всероссийских сборов студенческих отрядов по оказанию до профессиональной помощи людям, попавшим в чрезвычайные ситуации. Подводя итоги уходящему учебному году, хочется отметить, что год был достаточно у нас успешным. Темпы развития как в образовательной, научной, так и культурно-массовой работы Таврической Академии, думаю, сбавляться не будут. Мы сохраним статус ведущего структурного подразделения Крымско-федерального университета, ну и тем более в преддверии нашего юбилея, столетия Таврического университета. Финальным аккордом учебного 2016-2017 года по традиции стал ректорский бал, на котором Таврическая Академия была представлена лучшими выпускниками. 9 бакалавров и 17 магистров в торжественной обстановке принимали поздравления с успешным завершением своего первого этапа жизненного пути. Всего Таврическая Академия выпустила из своих стен около 2000 бакалавров и более 700 магистров, которые в ближайшем будущем могут продолжить обучение или пополнить кадровый потенциал полуострова.